Здравствуйте! В эфире Вестник Городской Думы. В студии для вас работает Ольга Туманис. И к первой теме. Председатель Городской Думы Степан Попов вручил комплект лыж спортивным школьникам. Такие подарки в преддверии всероссийской лыжной гонки стали доброй традицией. Пять лет подряд школьники накануне самой массовой лыжной гонки России получают от председателя представительного органа инвентарь и добрые пожелания. Мы выбираем, как правило, произвольно. Это различные коллективы детей из каких-то детских клубов, как, например, допустим, клуб юных моряков, либо коллектив средних школ. Они приходят, мы их стимулируем таким образом к участию в лыжной гонке. Потом эти лыжи и комплекты остаются у них. Сами депутаты тоже не остались в стороне и приняли участие в одном из заездов на втором Владимировском озере. Спортивный клуб «Олимпик» в скором времени останется без опасного соседа. Гаражные постройки, которые долгое время стояли впритык к хоккейной коробке, начали разбирать. Чем мешало спортсменам такое соседство и кто помогает решить проблему, расскажем в следующем сюжете. Готовы? Внимание! Гоняет шайбу настоящие мужчины, даже если они только подрастающие, на «Олимпике» уже больше четверти века. Именно столько здесь действует хоккейная коробка. И почти все это время на соседство с гаражом. Такая близость сугубо технического сооружения к детскому центру всегда беспокоила и родителей, и преподавателей клуба. Стоит тут как коробка для мусора, ну на самом деле для машин. На него лазят дети, балуются, ну просто гараж. А это же железо, если кто с него подсказнется, упадет. Эта травма будет очень серьезная, очень серьезная. Чтобы избавиться от опасного соседства, родители спортсменов летом 2015 года обратились к депутату по округу Эдуарду Хасаншину. Подключился к решению проблемы и его коллега Олег Имамеев. Однако дело пошло не сразу. Первоначально, конечно, ситуация затягивалась из-за того, что там несколько собственников вот этих вот металлических гаражей. И они не совсем готовы к нормальному диалогу человеческому. Поэтому мы вынуждены были применить, прибегнуть к судебной практике и через суд этот вопрос решать. Суд постановил, строение незаконно и его необходимо снести. Разбирать гараж уже начали. За соблюдением требования закона теперь слезят судебные приставы и, конечно, депутаты. Каток тем временем продолжает активно работать. Помимо детей на этом льду каждый вечер играют взрослые любители хоккея. А по выходным здесь с удовольствием отдыхают обычные горожане. Для них работает прокат коньков. Сами же юные хозяева льда остаются ему верны, даже имея более теплую альтернативу. Мы здесь тренируемся в понедельник среду пятницу. Остальные дни мы тренируемся на закрытом льде. Здесь мне нравится то, что прохладно и пить не сильно хочется. С исчезновением опасного соседа у клуба появится дополнительная возможность для развития. Освободившуюся территорию можно либо облагородить, либо поставить здесь дополнительную трибуну для зрителей. На прошедшей неделе сотрудники гражданской авиации отметили свой профессиональный праздник. В торжественной обстановке их пришел поздравить заместитель председателя Благовещенской городской думы, герой Советского Союза Юрий Кузнецов. С праздником вас! Здоровья и счастья! Ну, я думаю, ваше руководство в этот день в лице ваших руководителей сделает все, чтобы этот праздник вам запомнился надолго. Желаю счастья! Юрий Кузнецов вручил благодарственные письма за трудовые достижения шести сотрудникам Благовещенского аэропорта. Среди них Олег Борзов, Анатолий Брыков и Нина Яковлева. Свой десятилетний юбилей отметила детская региональная общественная организация «Юный амурчанин». Ее в 2006 году организовал депутат городской думы Анатолий Фисенко. Он же пришел отметить самых отличившихся активистов этого движения и вручил им благодарственные письма. В 2015 году школьники провели немало мероприятий. Восемь из них они посвятили 70-летию победы, в том числе и поход «Великая победа великого народа», в котором приняли участие 48 ребят. Свою активную деятельность 150 юных амурчан не прекращали даже на летних каникулах. Они организовывали детские игровые площадки. Всего объема работы и не перечислишь, говорят школьники. Поход на сплочение коллектива, на патриотическую подготовку. И мы ездили в Дологонек и на погранзаставу. Там нам рассказывали о военном деле. И много интересного было. Это было самое масштабное мероприятие, которое провела для нас эта организация. Саму организацию в 2006 году создал вместе с единомышленниками депутат Благовещенской городской думы Анатолий Фисенко, чтобы у юных амурчан развивались патриотические качества. Сейчас проект работает в 12-ти Благовещенских школах. И за 10 лет в его ряды вступило несколько тысяч ребят, которые проходят посвящение в пятом классе. Более 10 тысяч ребят прошли через это движение. Анастасия Дымова, Дмитрий Геннадьевич Кутека. Они были одни из первых тех волонтеров, которые еще студентами помогали нам создавать, развивать это движение. А движение очень простое. То есть по своей идеологическому содержанию это изучение малой и большой родины. Депутаты Благовещенской городской думы постоянно следят за благополучием на своих избирательных округах. Любой житель может обратиться к народному избраннику за поддержкой на личном приеме. Багрова Надежда Ивановна, депутат по 18 округу, принимает каждую среду с 18 до 20.00 по улице Кузнечной, 210, филиал ОКЦ. Хасаншин Эдуард Минорович, депутат по 17 округу, встречается с избирателями 1 и 3 понедельник месяца с 17 до 19 по адресу студенческой 28, клуб «Орленок». Кондратьев Владимир Викторович, депутат по 16 округу, принимает в последний понедельник месяца с 14 до 18.00 по Ленина, 133, кабинет 206. Имамеев Олег Гатаулович, депутат по 11 округу, ведет прием во второй и последний четверг месяца с 17 до 18.00 по адресу переулок угловой 14. Телефон для записи 8 924 340 4406 и 777 705. Вишневский Александр Николаевич, депутат по единому муниципальному округу, встречается с избирателями в последний четверг месяца с 15 до 18.00 по адресу Чайковского 195 дробь 1 офис 2. Салварян Артем Валерович, депутат по 8 округу, принимает первый четверг месяца с 18 до 20.00 по свободной 33, школа номер 17. На этом наш выпуск завершен. До встречи в эфире Вестника Городской Думы.